Всем привет! Бессонна ночь в аэропорту ради того, чтобы увидеть уникальную европейскую клинику. Мы в Траге. Узнаем настоящую причину пивного живота и узнаем детали легализации медицинской марихуаны. По идее, сейчас нас должна встретить координатор клиники Ирина. А вот и Ирина. Привет! Добрый, Ирина. Вы так все пациентов встречаете? Только самых любимых. Сейчас мы направляемся в уникальную клинику Святости Славы. Кстати, Ира, а чем она уникальна? Клиника Святости Славы давно известна своими малоинвазивными методами операций. Конкретно самым большим количеством роботизированных простатектомей в стране. За прошлый год мы провели более 400 операций по удалению простаты роботом да Винчи. Более 400 за год? Да. Супер! Это довольно большое количество. А сколько нам по времени ехать до клиники из аэропорта? Из аэропорта до клиники 130 километров в зависимости от состояния автобана от 50 минут до полутора часов. Добро пожаловать! Простенько, но по-домашнему. Какой-то уют есть. Сейчас я познакомлюсь с директором клиника, господин Творожиков. Сейчас мы идем к главврачу клиники Ярославу Творожику. И Ира будет переводчиком и учителем чешского языка. Она. А что это значит? Да. Да. Добро пожаловать в больницу Святой Зиславы. Доктор, я думаю, вы со мной согласитесь, что в последнее время очень актуальной темой стала тема ожирения. Особенно в развитых странах это довольно часто встречается. И это заболевание, оно приводит к возникновению множества осложнений у пациентов. И очень популярной стала тема бариатрической хирургии. Вот можете ли вы сказать, есть ли какие-то абсолютные показания, когда нужно проводить операцию, какие-то границы, когда нельзя проводить операцию. И что может ожидать пациент, насколько он может ожидать улучшения своего состояния. Бариатрическая хирургия в нашей больнице проводится уже 15 лет. И я должен согласиться, что это цивилизационная болезнь ожирения. Да, данная цивилизационная болезнь не только угрожает жизни самого пациента, потому что у нас есть пациенты, которые достигают 200 килограмм веса, но и значительно ограничивают качество жизни каждого пациента. За весь исторический период, что мы делаем операции для пациентов с ожирением, мы прошли много разных типов операций и остановились на той самой эффективной и имеющей самой большой позитивной взнос для пациента. Это слив гастроктомия, либо рукавная гастроктомия. Проводим ее лапароскопически. Сейчас существует, скажем так, дилемма по поводу предпочтения проведения операции роботизированной, либо лапароскопической. Это касается не только бариатрической хирургии, а и других оперативных вмешательств. И многие специалисты в Германии, я лично с этим сталкивался, они предпочитают и рекомендуют проведение лапароскопической операции, нежели роботической. И утверждают, что они могут не менее качественно сделать это. Как вы считаете, все-таки робот или лапароскопия? Для меня этот вопрос абсолютно ясен. Основным таким сигнализирующим, допустим, признаком является операция роботизированной простатоктомии, в которой большое количество урологов может провести лапароскопически. Но однозначно проведение роботизированной операции более безопасно и несет более реальные результаты, более быстрые результаты для пациента. Это наша терраса. Замечательный вид, очень красиво, и воздух такой классный. Главный врач показал мне террасу клиники. Отсюда открывается просто замечательный вид. Дело в том, что клиника находится на территории заповедника. Здесь очень красиво и очень расслабляющая атмосфера и свежий воздух. Я думаю, что пациенты здесь испытывают очень хорошее ощущение. Привет, меня зовут Ирина. Я являюсь организатором лечения иностранных пациентов в больнице Святой Здеславы. С 2007 года больница располагает роботизированной системой DaVinci, одна из первых в стране. И за прошлый год мы сделали самое большое количество операций роботом DaVinci на простате. Больница располагает пятью стационарными отделениями. Работает здесь больше 200 человек. И славятся эти люди, работающие здесь доброжелательным и теплым отношением к иностранцам. Мы сейчас находимся в операционно-онкологическом отделении клиники Святой Здеславы. Сейчас доктор Азарт Хамзин проводит операцию по удалению пристательной железы. Операция практически на завершающем этапе. После окончания операции мы зададим доктору интересующие нас вопросы. Пока следующего пациента готовят к операции, доктор Азарт Хамзин расскажет нам про установку самого робота DaVinci. В данное время у нас робот предпоследнего поколения. Начинали мы с операциями роботическими в 2007 году. У нас была основная модель робота, которую уже практически выоперовали весь ресурс. Потом купили эту новую генерацию. Этот робот самый распространенный во всем мире. 80% клиник оперируют с помощью этого робота. Потом еще наступила следующая генерация. Но она больше индикована к сосудистым операциям. И к мультидисциплинарным институциям, где проводят операции на сосудах, на прямой кишке, на толстой кишке, на простате. У нас самое большое количество простат. Поэтому этот робот ставленный на этот вид операции. Разница между первым поколением и этим последним поколением. Здесь инструменты более разработаны. Они имеют большую длину. И поэтому нам неважно, в какой комплекции пациент. Если пациент высокий или полный, то есть, к сожалению, мы уже об этом говорили, инструменты, они дотянутся везде. То есть, оперируем глубоко в малом тазу. И этот робот, он на это ставлен. То есть, нам все удобно, хорошо. То есть, вы находитесь здесь, дистанционный нот пациента. Это консоль, да? Да, это называется. Можете немного подробнее рассказать вот про эту часть? Это консоль. Это мое рабочее место, где я, в принципе, провожу целую операцию. Это жойстики, с помощью которых я управляю инструментами, которые находятся в теле пациента. У тела пациента находится ассистент, операционная сестра, которые помогают тем, что меняют инструменты, подаем нити, иголку, потом убираем простату. С помощью жойстиков можно совершать движения в любом направлении в теле пациента. Инструменты имеют достаточную длину. Везде можем проникнуть, прооперировать. Потом здесь в составной этой консоли 3D-технология, с помощью которой я вижу объемно внутри тела пациента. Это разница между тем, что видит ассистент и я. То есть, у меня эта картинка намного лучше. Эта картинка намного лучше. Хороший обзор у вас внутри пациента. И еще один момент, что вы, когда отходите, например, от робота, если вы отвлеклись или убираете, например, голову, то робот останавливается. Это система Da Vinci стопроцентно безопасная. Потому что я, робот, сам без моего, как сказать, без моей участия ничего не произведет там. То есть, если, допустим, меня кто-то отвлечет или что-то, я поверну голову, уберу голову. Робот останавливается и ждет моих действий. Клиника Святой Деславы Клиника Святой Деславы может быть не очень лакшери клиника, но здесь очень красивая природа. Как вы видите, здесь лошади. Мне кажется, что даже благодаря такой природе можно вылечиться. Знаете, куда я бегу? Я бегу к профессору Яну Далижеву, профессору онкологии, чтобы узнать, что делать, если болит. Не переключайтесь, сейчас будет интересно. Какие симптомы, как вы считаете, должны насторожить мужчину, чтобы он обратился к доктору или пошел, сдал в лабораторию или в клинику, сдал какие-то обследования, скажем, какие-то симптомы красных флагов, что обязательно нужно обратить на это внимание. Существует система параметров, после появления которых пациент должен был пойти к врачу. Самое заметное и важное – это сложности с мочеиспусканием либо длительные сложности с мочеиспусканием и боли при мочеиспускании. Воспаление простаты появляется в области прямой кишки болью, а резкое воспаление простаты может даже привести к повышению температуры. В принципе, если такие симптомы у человека появляются, то желательно обратиться к доктору или сдать анализы, провериться. С одной стороны, да, эти признаки должны привести к доктору, но с другой стороны, мы можем наблюдать, что рак простаты, например, не имеет никаких симптомов, и пациент никак не ограничен ни в мочеиспускании, ни в половой жизни, и он не замечает роста простаты с периферической области в центр. Опять же, революция в обнаружении рака простаты прошла после того, как начали проверять индекс ПСА. Мониторинг простатспецифических антигенов. У группы риска от 45 рекомендовано каждый год проходить контроль ПСА, и от 55 у всех каждый год. Давайте зайдем, посмотрим палату хирургического отделения. В палатах, в целом, небольшая, есть функциональная кровать, большое окно, столик. В целом, это довольно нормально для обычной хирургической палаты и достаточно для восстановления пациента. Сейчас мы поговорим с главврачом ортопедического отделения, с доктором Юда, и он нам расскажет, можно ли терпеть боли в суставе. Добрый день! Добрый день! Многие пациенты, они сталкиваются с болью в суставе, как, в принципе, многие люди. Есть ли какая-то граница, когда эту боль нельзя терпеть, и нужно срочно обратиться к доктору и принимать какие-то меры? Конечно, у каждого пациента свой уровень боли, и уровень боли является решающим при решении о операции. Но операция – это всегда то самое последнее решение. Начинается всегда с реабилитации, далее инъекции в сустав. Если не помогают инъекции в сустав, и боль не позволяет человеку жить нормальным образом жизни, уже встает вопрос об операции. По поводу инъекций в суставе – это тоже очень интересная тема, и мне лично тоже интересно. Естественно, вот многие доктора у нас, например, назначают инъекции, хондропротекторы назначают, могут назначать инъекции гиалуроновой кислоты. Как вы относитесь к этому? То есть, как на предоперационном этапе? Имеет ли это место? Насколько это эффективно? Конечно, нельзя говорить о том, чтобы это 100% помогало абсолютно каждому пациенту, но пробовать не обязательно нужно. То есть, кому-то поможет одни инъекции, кому-то помогут другие инъекции. Особенно у молодых пациентов, где есть истощение хряща на суставе, оно может помочь. А сейчас мы находимся в операционной части больницы Святой Здеславы. Здесь мы проводим ортопедические и роботизированные операции для иностранных пациентов. Из ортопедии чаще всего проводятся замены тазобедренных, коленных, либо плечевых суставов, сложные замены, либо одновременные замены парных суставов. Мы сейчас находимся в операционной ортопедическом отделении. Как вы видите, пациенту проводится операция по замене тазобедренного сустава. Оперирует три доктора. И доктор, который слева, он держит всю операцию в раздвинутом состоянии мышцы и сухожилия. Обратите внимание, что мышцы и сухожилия не разрезаются. И после операции эти мышцы и сухожилия возвращаются в свое естественное состояние. Они обнимают сустав. И это позволяет пациенту уже на следующий день после операции вставать на ноги. Сейчас мы в складе имплантов. Здесь находятся все формы и размеры необходимых имплантов. Производители Циммер, Джонсон-Джонсон, Биомет. Это швейцарские и американские импланты. И особенность в том, что сустав подбирается интраоперационно. То есть во время операции пациенту подбирают необходимый сустав по размеру и форме его анатомических структур. Какие вы можете дать советы пациентам при выборе клиники, доктора? Потому что это тоже очень важный момент. И на этом этапе у них возникают сложности. Если бы мне нужно было идти на операцию, первое, что бы меня интересовало, сколько таких операций сделано на данном отделении. Сколько конкретно операций сделал данный доктор. Если в отделении делают всего 200 операций в год и 10 докторов их делают, то понятно, у них нет никакого опыта. Мы в год делаем больше 500. И делаем в группе пяти хирургов. Каждый из докторов из моей команды делает как ему. 100, нечем, нечем, нечем. Поэтому я могу гарантировать опыт каждого из хирургов в моей группе. Доктор, а какое количество операций вы сделали? Сколько вы провели замену суставов? В целом за все время моей работы я сделал больше 5000. Вначале, конечно, их было меньше, сейчас их больше 250 в год. Спасибо большое вам. Сейчас у нас будет обзор номера отеля, который находится рядом с клиникой. Заходим в комнату. Ух ты, какой интересный номер. Ну я так устал, что я лягу спать. В 2013 году в Чехии была разрешена и внесена в список лекарственных средств медицинская марихуана или каннабис. И мы сейчас проведем эксперимент и попробуем купить марихуану без рецепта. О, в этой аптеке нарисована каннабрая. Давайте попробуем купить. Здравствуйте. Мы приезжаем, а мы хотим купить марихуану. Можно? Не можете купить марихуану. Марихуана у нас только на лекарский предпис, на электронический лекарский предпис. Могут его написать специалисты. Лекарцы со специализацией, с отборной специализацией. Только по рецепту врача, да? Увы, только по рецепту врача. Мы с вами побывали в клинике Святос Диславы. Клиника находится в полутора часах езды от аэропорта Праги. Я хочу сказать, что эта клиника не супер-люкс уровня, но в клинике вы получите очень качественное медицинское лечение. И персонал клиники очень заботливый. То есть доктора и медсестры, они работают в одной команде уже более 20 лет. И это действительно очень комфортно. Добро пожаловать в Бальницу Святос Диславе. Мы работаем с Буки Мет. Мы работаем с Буки Мет. Мы работаем с Буки Мет.